МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему отменили бесплатные обеды для детей из многодетных семей? Расширение тарифного коридора и увеличение количества категорий по стажу и возрасту. С 9 января вступили в силу изменения в ОСАГО. Молебен и божественная литургия. В Саров привыл ковчег с частицей мощей Федора Ушакова. Далее расскажем обо всем подробно. Муниципалитет приложит все усилия, чтобы в следующем учебном году вернуть бесплатные обеды для школьников из многодетных семей. Об этом рассказали в департаменте образования. До последнего времени Саров оставался единственным городом в регионе, где такие семьи получали две формы поддержки. Областную льготу в размере 792 рублей по линии соцзащиты и бесплатное питание в школах. Муниципалитет до последнего, как только мог, держал льготирование многодетных семей. И пришло то время, когда муниципалитет этого делать не может в силу норм закона. Речь идет о постановлении правительства Российской Федерации номер 232 от 3 марта 2018 года. Документ ограничивает полномочия муниципалитетов в области финансирования социальных обязательств. Тем не менее, в Сарове удалось сохранить бесплатные горячие завтраки для всех категорий школьников. А сегодня прорабатывается механизм и для возвращения бесплатных обедов для детей из многодетных семей. В данный момент муниципалитетам прорабатываются все возможности для того, чтобы многодетные семьи поддержать с 1 сентября 2019 года. Мне хотелось бы, чтобы родители многодетных семей набрались терпения, а у муниципалитета и у депутатов была возможность за эти полгода грамотно, спокойно подготовить нормативную правовую базу, которая позволит нам вернуть все на круги свои. Стоимость одного обеда 70 рублей в месяц – это порядка полутора тысяч. Предполагается, что в следующем учебном году обеды для школьников из многодетных семей будут предоставляться на условиях софинансирования средств родителей. Половину суммы покроет региональная льгота, которую получают такие семьи – те самые 792 рубля. Оставшаяся часть будет компенсирована из городского бюджета. Орган местного самоуправления, которым является городская дума, рассматривает возможность издать документ, на основании которого мы сможем, возможно, еще раз подчеркиваю, очень осторожно, но постараемся доплачивать некую сумму для того, чтобы покрыть полностью затраты на обеды для многодетных семей. Проработкой соответствующих нормативных актов и механизма предоставления льготы займется уже созданная при городской думе рабочая группа, в состав которой вошли депутаты и представители администрации. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Вопрос реконструкции Симашко стоял уже давно. Это одна из самых узких улиц в городе, поэтому из-за наплыва автомобилей в часы пик она оказывалась перегруженной транспортом. Подготовка к расширению проезжей части началась в конце прошлого года. Документы оформлены, все необходимые процедуры проведены. И вот, наконец, подрядчик приступил к работе. Сейчас ведется подготовка площадки, вот сзади нас мы видим это расчистка, вот как раз на этом месте будет парковка на 65 машин. Это как раз вот те люди, которые будут приезжать в поликлинику, чтобы не теснились, вот как сейчас они там. Проезжую часть длиной практически 650 метров расширит до четырех полос. Согласно проекту реконструкции, здесь появится еще одна парковка на 22 автомобиля рядом с жилыми домами. Место расположения пешеходных переходов и светофоров останется неизменным. В ближайшее время рабочие приступят к установке шумозащитных экранов вдоль домов и детского сада. Параллельно идет подготовка к переносу коммуникаций. Именно из-за этой процедуры в процессе реконструкции придется полностью закрывать улицу для движения автомобилей. Планируется закрытие улицы на два этапа, чтобы вот эту первую часть, которую мы будем закрывать до детского сада, до детского сада, это будет первый этап, чтобы можно было с этой части пропустить еще и на Семашко. На Московской будет и на Семашко. Потом, когда уже закроется эта часть, эта часть, здесь уже больше выезда не будет. Будем продумать уже, как выехать еще на Курчатого. В течение года Семашко будут перекрывать в три этапа. Первый начнется 25 января и закончится 25 марта. В этот период будет закрыт участок дороги от дома номер 8 до пересечений с улицы Зернова. Для того, чтобы выезд из дворов был осуществлялся, в процессе закрытия дороги будут рассматриваться дополнительные мероприятия для выезда из дворов. В частности, там, где газон у нас существует и близкий выезд на близлежащие улицы, там будут насыпаться щебеночные покрытия для того, чтобы жители и микрорайоны могли двигаться. При расширении Семашко впервые в Сарове будет использована специальная смесь – щебеночно-мастичный асфальтобетон. По контракту новая дорога должна быть построена до 10 декабря текущего года. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Газ – один из основных источников энергии в современном мире. В Сарове около 40% домов оснащены газовым оборудованием. Несмотря на все свои преимущества, при неправильной эксплуатации этот вид топлива таит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, нужно помнить несколько простых правил. Проведение регулярно того, которое у нас проводится, допускать наших специалистов. Потом, естественно, не пользоваться неисправным оборудованием. То есть плита вы купили, то есть это ваша плита, это будет уже ваша собственность. То есть вы за ней уже будете, как говорится, это не муниципально. То есть вам она будет стоять за ваш счет. Должно быть не захламлено, легковоспламеняющие предметы, не размещены ни на оборудовании, ни рядом. Поскольку газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы заметить утечку на газорегуляторной станции, в него добавляют адорант. При появлении характерного запаха нужно немедленно перекрыть подачу газа. Потом провести мероприятие по проветриванию помещения и, естественно, вызвать специалистов и ждать. При этом, соответственно, не пользоваться ни электроприборами, ни открытым пламенем, постараться не пользоваться ни домофонами, то есть ни телефоном. Вызвали, ждем специалистов. При появлении запаха в подъезде нужно немедленно вызвать специалистов, предупредить соседей, оставить открытую дверь, не пользоваться открытым огнем и электроприборами. Утечки газа происходят в основном из-за человеческого фактора. То есть кто-то забыл на плите, что-то убежало, газолило комфорку, пошла утечка. У кого-то, скажем так, произвели подключение люди, не относящиеся, не работающие к газу, то есть произвели самовольные работы какие-то по ремонту или по подключению. Специалисты «Саровгаз» призывают граждан быть бдительными и при появлении запаха сразу вызывать аварийную бригаду, которая оперативно и своевременно ликвидирует взрывоопасную ситуацию. Все заявки принимают круглосуточно по телефону 04-104-112 или 7-51-33. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Создавая свой рождественский вертеп, семья Бобковых постаралась сделать свою поделку яркой, солнечной и по-настоящему волшебной и соблюсти при этом таинство Рождества. По словам Александры, она только помогала дочери Мирославе. Главная роль в создании вертепа была, конечно, у девочки. «Это возрождение старых традиций. Мы хотели в этом поучаствовать обязательно, чтобы наше новое поколение молодое знало, что это такое, почему Рождество, откуда оно, с чем-то связано, как». На фестиваль прислали несколько десятков творческих работ, при создании которых использовали самые разные материалы – ткань, бумага, картон, дерево, пластик. Всех участников отметили специальными призами и дипломами. Продолжился фестиваль домашних вертепов «Ясельки» показом творческих постановок на тему Рождества. Первыми на сцену поднялись Елена и Дмитрий Парфеновы. Внимательнее всего за их выступлением следили дети на первом ряду. «Это самые строгие, мне кажется, зрители, потому что нужно сделать так, чтобы они поняли. И рассказываем же о серьезных вещах, а детки бывают разного возраста, и вот донести до них какую-то информацию, вот для меня это было очень сложно. Поэтому у нас в постановке мы и обыграли, что животные рассказывают, как бы человеческим голосом рассказывают эту святую историю». Елена со своим сыном впервые приняли участие в этом фестивале. По словам женщины, они сильно волновались, но организаторы в нужный момент помогли выбрать форму выступления, проконсультировать и поддержать советом. «На консультации с организаторами фестиваля мы проговорили, какие вообще возможны варианты исполнения, и мне рассказали о прошлогоднем вертепе, когда все действие происходило на елке». Идея оказалась удачной, на ней семья Парфеновых и остановилась. Зрители провожали артистов бурными аплодисментами. Своим выступлением они смогли создать праздничное настроение в зале. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В основе проекта «Везде театр» лежало желание попробовать что-то новое, освоить другие театральные форматы и способы общения. Молодые актеры Саровского драматического театра делают этот проект буквально на коленке, не прибегая к помощи декораций, костюмов и других атрибутов театра. Даже само действие происходит не на сцене. Второй спектакль эскиз проекта покажут 17 января в 18 часов в Молодежном библиотечно-информационном центре. Свой путь – это история о том, как время и эпоха влияют на людей. С помощью текста и музыки хотим погрузить зрителей в эту историю максимально подробно и в чистом виде донести ее до слушателей. Чтобы уже некие картинки, ассоциации, воспоминания, не знаю, что угодно, чтобы все это возникало у зрителя в голове, а не мы им показывали. Помимо постановки эскиза Евгений еще исполняет одну из ролей. Вместе с ним текст читает Елизавета Козачкова. Помогают им музыканты из группы «Эшер» и коллеги по цеху. Это здорово, что кроме моей постоянной занятости в театре, кроме репертуарных спектаклей, есть еще возможность что-то сделать, что-то показать. Мне кажется, это вообще здорово для города, для любого Тимури, для нашего маленького Сарова. Это классно. Просто прийти, просто послушать, просто отдохнуть. Первый эскиз спектакль, показанный в городском музее, вызвал ажиотаж среди зрителей. Билеты разошлись очень быстро. Поэтому в этот раз было решено сделать свободный вход, поскольку зал библиотечно-информационного центра сможет вместить всех желающих. И после показа, там было ограниченное количество мест, многие писали в группе, что хотелось бы еще раз посмотреть, потому что не успели. А в этот раз у нас заявлено без билетов, то есть могут прийти все. Я думаю, это городу очень интересно и понравится. После показа спектакля актеры предложат зрителям обсудить постановку. В этом году в рамках проекта «Везде театр» будут подготовлены еще два спектакля-эскиза, также по пьесам молодых авторов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Ученица Нижегородской гимназии Дарья Белоглазова с головой окунулась в изучение истории храма Христа Спасителя. Интересные факты и нужную информацию для своей исследовательской работы она собирала с июня прошлого года. В процессе подготовки работы Дарья открыла для себя имя известного художника-реставратора Василия Нестеренко. Настолько интересно в плане просматривания изменения эпохи самого храма и изменения эпохи в целом в живописи. На девятых серафимовских чтениях работало 18 секций научной работы продукта литературного и исполнительского творчества оценивало порядка 50 экспертов. Поделиться своими открытиями с опытными историками, педагогами и представителями духовенства в наш город приехали школьники из Арзамаса, Бора, Держинска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода и Мордовии. Дарье Белоглазовой предстояло защищать работу одной из первых в своей секции. Кроме Христа Спасителя оказывается очень яркая, впечатляющая история, потому что то его взрывали постоянно, то его решили заменить на какой-то там дворец имени Ленина в 1931 году. Детско-юношеские серафимовские чтения открывают ежегодные серафимовские дни в нашем городе. Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию посвящают одному из главных православных праздников – Рождеству и Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Господь вам всем в помощь! Никогда не ленитесь, трудитесь, радуйтесь жизни, благодарите Бога, родителей и наставников и молитесь о всех них. В ежегодной детско-юношеской конференции приняло участие 249 ребят. Наш город на серафимовских чтениях представляли ученики 11 школ, воспитанники 10 детских садов, Дворца детского творчества и Воскресной школы храма Иова Многострадального. То, что вам сегодня предстоит сделать, это часть той жизненной работы, которую вам предстоит сделать в жизни. Впитывайте в себя все знания, которые вам пригодятся в жизни. По итогам чтения авторы лучших работ были награждены дипломами лауреатов первой, второй и третьей степени, а также дипломами зрительских симпатий и подарками от спонсоров. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В России продолжаются святочные недели. Время походов в гости, колядок и, конечно, гаданий. Способов заглянуть в будущее или узнать имя суженого много. Самыми популярными остаются традиционные русские обряды. На зеркалах увидеть образ жениха, с помощью платка понять, крепкая ли будет дружба. Узнать при помощи кольца и шерстяной нити пол будущего ребенка. На поленице гадали, то есть девицы подходили к поленице дров, вытаскивали одно полено и по этому полену судили, какой будет суженый, ряженый. Потом слушали у окна, то есть загадывали какое-то желание, подходили к окошку к дому, слушали, о чем там идет речь, хозяева, что говорят. Но это очень похоже на гадание по книге, только тогда книг-то не было. Также в святке было принято гадать на судьбу. Например, чтобы узнать, как сложится год, нужно было всего несколько стаканов. В них клали первое, что под руку попадется. Затем порятали по тканью. Гадающий вслепую выбирал стакана, вместе с ним и предмет, который и характеризовал наступивший год. Монета к прибыли, сахар к сладкой жизни, магнитик к путешествиям. Сравчане традиции предков ценят и относятся к ним позитивно. Дети поздравляют, ходят по домам, ночью костер жгут. Молодежь, может быть, не все знают об этом. Наше поколение знает, я помню, мы в детстве калядовали. Гадала была, молодая гадала, чтобы суженая ряженая, приди ко мне наряженной, мусор вынесешь на улицу, кто первый из мужчин попадется, это имя его, значит, твой будет суженый. А еще в святки ряженые ходили по домам с песнями, плясками и калядками до самого крещения. Кто из хозяев отказывал в угощении, тем дверь могли подпереть. Или всю ночь не давали спать. Все, что накалядовали, съедали в святочные дни. Веселье прекращалось 18 января в Крещенский сочельник. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. У родителей, будущих первоклассников и учеников православной гимназии появилась возможность вспомнить школьные годы и на 45 минут окунуться в детство. Перемены, звонки, написанные на доске, тема уроков. Благодаря проекту «Открытые гимназии» родители могут посетить школьные занятия, посмотреть на то, как и чему учат детей и пообщаться с педагогами. У нас расписание составлено так, что мы в течение 10 дней проводим открытые уроки с первого по 10 класс по любому предмету. В день проходит несколько уроков. Даже если вы только в первый класс отдаете, вы можете прийти, например, в 10 класс на физику или на химию, посмотреть, что же там будет через 10 лет. Уже 1 февраля стартует набор ребят, которые в сентябре впервые пересекут порог школы. Поэтому открытые уроки в основном проводят для родителей будущих первоклассников. Вместе с ними за одной партой сидят мамы и папы тех ребят, которые уже занимаются в гимназии. Правнук Георгия Михайловича учится в 8 классе. Когда ты присутствуешь сам, ты видишь, что его может заинтересовать, как ты можешь возбудить этот интерес, то есть сделать какие-то выводы в целом для процесса. Очень важно понять, видишь, как твой отпрыск воспринимает то, что ему дают. Учитель начальных классов Андрей Камчатный работает в православной гимназии первый год. За партами его подопечные – ученики третьего класса. На заднем ряду родители ребят и будущих первоклассников. В гимназии школы, образовательные учреждения, они открыты. То есть нет такого, что привел ребенка и все, дверь закрыта, и родителям все, ни шагу дальше. Нет, наоборот, это контакт родителей с учителем. Когда работают совместно педагог с родителем, и получается хорошая отдача с детьми. Посетить уроки по различным предметам родители смогут до 25 января. Дарят Сапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Для православных саровчан прибытие в наш город Ковчега с частицей мощей святого праведного Феодора Ушакова – важное событие. Адмирал был великим флотоводцем и христианином. И вот такие люди, как адмирал Ушаков, являются ярчайшим примером верности, веры и любви к Богу и к Отечеству нашему. Именно на примере таких людей, как считают священнослужители, и нужно воспитывать подрастающее поколение, которое должно возрождать и укреплять традиции, заложенные нашими предками. И вот дайте Бог, чтобы каждому приходящему к святому праведному Феодору Ушакову, к его поклонению, Господь даровал те добродетели, те качества, которыми обладал и сам святой – верою, надеждою, любовью и верностью своему Отечеству. Прославлением святого праведного Феодору Ушакова в нашем городе активно занимается общественная организация ветеранов военно-морского флота. 9 декабря 2007 года у нас в городе появилась первая иконописная икона Феодору Ушакова, которая была сделана на деньги как раз членов нашей общественной организации. И она находится до сих пор в фрайме Пантелеймена, и там есть как раз частичка мощей Феодору Ушакова. Ориентировочно ковчег с частицей мощей святого праведного воина Феодору Ушакова будет находиться в Сарове до 19 января. Затем святыню отвезут на место ее постоянного пребывания – в Санаксарский монастырь. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Старшеклассникам предложили представить себе недалекое будущее – 2033 год. По легенде, ребята работают в секретном конструкторском бюро «Орбиталь», где разрабатывают межпланетный крейсер. Перед ними стоит задача спроектировать модуль, проверить чертеж на наличие возможных шпионских разработок, привести документацию в соответствии с требованиями единой конструкторской космодокументации и утвердить у главного конструктора. Мы намеренно погрузили ребят в ситуацию достаточно затруднительную. Некоторые из них первый раз увидели чертежи. И все-таки я надеюсь, что они успешно пройдут все задания. И у них отложится очень хорошая история успеха. Может быть, те, кто способны к этой профессии, действительно ее в последующем выберут и построят свою карьеру в нашем федеральном российском ядерном центре. Сегодня инженер-конструктор – одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Как правило, конструкторские специальности есть во всех ведущих технических вузах. Однако во многих школах такой предмет, как черчение, отсутствует. И участие в атласе профессии станет для ребят важным и полезным опытом. Человек, который, наверное, когда-нибудь надеется связать свою жизнь с техническими профессиями, должен иметь все-таки какое-то некоторое представление о железках вообще. И если вот сейчас ему это не нравится, то, наверное, ему надо подумать о другой профессии. Артем Белавин в прошлом году уже принимал участие в проекте. И в этот раз, как признается молодой человек, было не менее сложно и интересно. Из того, что я узнал, это то, как строится день инженера. Раньше в представлениях это было просто то, что человек приходит на работу и работает. А сейчас нам рассказали про то, как все происходит более подробно и как это все еще интереснее, насыщеннее. Главная задача, которая стоит перед организаторами проекта, это профориентация старшеклассников. Поступая в институты, молодые люди часто не представляют, чем будут заниматься на работе. Благодаря участию в атласе профессий, школьники начинают более осознанно подходить к выбору профессионального пути. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Несколько фестивалей и сразу несколько наград. Солистки эстрадно-джазового отделения детской школы искусств покоряют новые вершины. В рамках культурно-образовательного проекта «Я могу» проходил международный фестиваль детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Саровчанка Василина Афонина стала лауреатом первой степени. Пела песню «Смайл» Джамала. Эта песня очень веселая, такая интересная, жизнерадостная, и мне очень захотелось ее спеть. Когда в первом классе перед Василиной встал вопрос, чем заняться в свободное от школы время, выбор пал на вокальное отделение. Больше остальных солистка любит исполнять песни на английском языке. Характер композиции должен быть бодрым и веселым, считает Василина, чтобы передавать зрителю только положительные эмоции. Когда ты поешь, ты все это про себя чувствуешь, ты можешь почувствовать эмоции, тебе это нравится, ты можешь красиво владеть своим голосом. Участие в фестивалях – полезный опыт для солистов. За свои 10 лет Василина Афонина съездила на 9 фестивалей. Помимо диплома лауреата первой степени, в Казани она получила сертификат номинанта и теперь может бороться за международную премию «Артист-2019». В фестивале дети выбирают сами. Им уже нравятся конкретные места, конкретные города, им нравится жюри одно, другое, те, кто их хвалит, те, кто ругает. Им нравится посещать различные конкурсы. Дальше может быть Москва, может быть Санкт-Петербург, может быть Казань, может быть Нижний Новгород. То есть все время траектория вот этих вот конкурсов, она меняется. Еще одна ученица Анжелики Ермаковой Дарья Лестратова привезла в Саров награды сразу с четырех фестивалей, которые проходили в Санкт-Петербурге. И как результат три диплома лауреата первой степени и один диплом лауреата второй степени. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Даниил Гранин писал о прошлом и настоящем. Героями его книг были ученые-инженеры, солдаты и мирные жители. При жизни он стал признанным классиком. Его называли носителем нравственности для всей страны. Одной из важных тем в творчестве Даниила Гранина была тема блокады Ленинграда, очевидцем которой он был сам. В год столетия со дня рождения писателя его память почтят сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра. Буквально прочитав несколько ее страниц, хотя бы несколько, мы уже не сможем с вами воспринимать свои собственные знания о войне и о природе совести, как раньше. То есть эта книга переворачивает наши представления о том, как люди выживали в этих нечеловеческих условиях. Участниками встречи станут представители ветеранской организации «Дети войны», которые поделятся своими воспоминаниями и школьники. Они прочитают и обсудят отрывки из блокадной книги. Конечно же мы будем опираться на структуру этой книги. Будем читать сначала первую часть, затем перейдем ко второй части. Мы затронем блокадный быт, затронем переживания детей блокадного времени, то есть их впечатления, их переживания, как они все это переносили. Специалисты считают, что детям нужно рассказывать о Великой Отечественной войне. Это поможет приобщить подрастающее поколение к нашей истории, вызовет чувство гордости за своих прадедов и стремление быть достойными их памяти. 220-й день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в детской библиотеке решили отметить с размахом. Готовиться к нему начали еще в прошлом году и объявили конкурс, посвященный произведениям писателя. Форму, в которой необходимо было предоставить работу, каждый из участников выбирал сам. Каждому давалось на выбор одной из трех направлений – исследовательской работы, изобразительное искусство и исполнительское мастерство. Исполнительское мастерство – это была, в общем-то, тема, но сами участники, они ее существенно расширили. Это были и театр теней, была представлена сказка о рыбаке и рыбке. Это был целый маленький спектакль, сказка о попе и работнике Балде. И, кроме того, у нас пришли участники, которых мы также не ждали. Это исполнители романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Для победы в конкурсе требовалось не просто выучить наизусть то или иное произведение Александра Пушкина. Вверх одерживали те, кто во время выступления смог пропустить через себя характеры пушкинских героев. Лилиана Юрьева выбрала для себя отрывок из «Барышни-крестьянки». Для того, чтобы его выучить, ей понадобился всего один день. Ну, Лизавета Григорьевна была в гостях, видела молодого Берестова, вдоволь нагляделась. Мы проходили его в школе, и еще тогда оно меня как-то заворожило. Мне понравилось то, как оно было описано, и то, что там была любовная история, но она не была какой-то простой. И там действительно у героев были свои переживания, и они думали, как им поступить. К великому русскому классику Лилианы особое отношение. Среди всех книг в ее комнате произведения Александра Сергеевича стоят у нее на первом месте. Для меня Александр Сергеевич Пушкин – это не просто известная историческая личность, которая писала какие-то известные произведения. Но это также человек, который помог мне полюбить литературу в целом, так как он не зря считается классиком русской литературы. У него очень интересные произведения, и это не только сказки, которые нам всем читают еще из детства, но и также более взрослые работы, которые увлекают не только людей моего возраста, но и более старших. По словам сотрудников детской библиотеки, к имеющимся трем направлениям конкурса им пришлось добавить еще одно. И это лишь обогатило конечный результат. Мы поняли, что еще раз убедились в том, что у нас в Сарове живут очень талантливые дети, и не менее талантливые родители, конечно, которые приняли участие, которые помогали своим детям. За это им огромное спасибо. Пушкинский год в России только начался. А это значит, что посетители детской библиотеки в Сарове ждет еще немало творческих и познавательных вечеров, связанных с именем русского классика. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Михаил Ковалев и Максим Костюков – давние соперники. Вот уже несколько лет они борются за титул лучшего шашиста города и региона. На первенстве Нижегородской области спортивная удача улыбнулась Максиму. Саровчанин стал обладателем титула чемпиона. Мы всегда тренируемся и все время сталкиваемся. И у нас то ничья, то я выиграю, то он выиграет. После окончания турнира по классическим шашкам участники вступили в борьбу за чемпионство в быстрых программах. Саровчанам не было равных в этой дисциплине. Михаил Ковалев привез домой сразу две золотые медали. Было сложно вблиться, потому что это было почти в один день. После того, как долго думаешь, надо быстро играть. Это сложно приключиться так. Когда мозг думает, руки должны делать, потому что у тебя время иначе кончится. Ты проиграешь. Еще одна воспитанница Дворца детского творчества Татьяна Пешихонова в турнире девочек по быстрым шашкам завоевала второе место. Татьяна неоднократно становилась чемпионкой нижегородских соревнований. В этом году для победы ей не хватило нескольких минут. Я вначале больше времени тратила, чем в конце. А потом в конце, когда надо было делать мячу, я не успела. И упал в лак, и поэтому мне зачитали поражение. Ну, и не хватало времени, где-то ошибалась. Побороться за призовое место на турнир приехали ребята со всей области. На этих соревнованиях проходит отбор на первенство страны. Подопечные Олега Васенькина в этом году уже обеспечили себе путевку на всероссийские соревнования. Для нас это очень большой успех. Но мы, в принципе, к этим успехам уже привыкли. Мы всегда на первенстве Нижегородской области в последнее время находимся в лидерах. В конце января на первенство Нижегородской области отправятся младшие подопечные Олега Васенькина. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.